сегодня вы научитесь создавать прибыльную торговую стратегию с нуля используя пять простых элементов мы пройдем шаг за шагом все этапы стратегии на примере сделки и вы сможете изнутри проследить за логикой рассуждения от анализа и плана до прибыли так чтобы каждый пункт был подкреплен реальным примером а в конце расскажу о шестом секретном элементе без которого невозможно стабильная прибыльная торговля кроме того вы узнаете почему закон обязывающий мотоциклистов носить шлем привел к сокращению угонов и почему это так важно для прибыльного трейдинга добрый день с вами адмиралс меня зовут лембиту чаще всего изменение цены происходит подвозь действием новостей или на их ожидании поэтому прежде чем приступить к торговле надо оценить экономический фон дня для общей оценки ситуации вам помогут онлайн встречи с александром элдером которых живая легенда трейдинга доктор элдер делится своим мнением о текущей рыночной ситуации если хотите сжато за несколько минут узнавать о предстоящих новостях влияющих на рынке смотрите регулярную рубрику романа исакова трейдеры чтобы всегда быть в курсе событий подписывайтесь на youtube канал адмиралс и жмите на колокольчик вторым этапом определения фона будет углубленный анализ поведения цены на дневном таймфрейме для этого оцениваете направленность последней свечи графика и если тело свечи занимает примерно 70 процентов от всего диапазона значит цена была в тренде если тело небольшое значит в предыдущий день движение было в боковике или разворотным дальше оцениваем волатильность условно дни можно разделить на три группы высоко волатильный средне волатильный и дни с низкой волатильностью если у волатильной свечи высокая направленность называем ее доминирующей чаще всего после доминирующей свечи цена еще день-два идет в тренде для развернутого анализа надо поведение цены рассматривать в динамике для этого сравниваем последние два дня между собой чтобы подробно ознакомиться с методом посмотрите видео метод свечного анализа 2.0 ссылка будет в описании на графике нефть бренд 20 августа текущего года по сравнению с предыдущим днем движение вниз усилилась цена обновила локальный минимум диапазон средний направленное движение вниз продолжается уже три дня использовать свечной анализ можно только в связке с уровнями поэтому следующим этапом отмечаем горизонтальные уровни графические уровни можно разделить на два типа первый наиболее редкий точечный локальный разворот когда изменение цены произошло в одном конкретном месте при локальном развороте восходящего движения образуется уровень сопротивления второй разворот сформирован зоной определение зон сопротивления и поддержки один из важнейших навыков покажу несколько вариантов но не воспринимайте их как догму схемы даны исключительно для понимания общего принципа навыку определения уровней стоит уделить достаточно времени для освоения а эти схемы помогают лучше понять как определять разворот от зоны и пока учитесь вам будет полезно возвращаться к этому видео поэтому не забудьте поставить ему лайк обратите внимание на первую картинку уровень может быть сформирован разным количеством свечей главное что бы места разворота были в одном диапазоне возвращаемся к примеру посмотрим как отметить уровни на реальном графике на прошлом этапе отметили трендовое снижение на протяжении последних трех дней снижение длилось дольше но выраженный тренд был только в эти три дня посмотрите как поменялась картинка после того как добавили уровни теперь хорошо видно что цена достигла поддержки значит короткие сделки на этом этапе будут запрещены далее оценим тренд поначалу может показаться а что тут думать тренд вниз но не спешите здесь не все так просто традиционное определение восходящего тренда повышающиеся максимумы и минимумы но в реальности картинка выглядит не так красиво в жизни мы видим что тренд есть но сказать что максимумы и минимумы повышается нельзя какие-то повышаются какие-то нет поэтому для определения понадобится более точное правило предлагаю следующий вариант тренд вверх эта серия повышающихся ключевых максимумов и минимумов ключевыми называют те которые отвечают простому правилу каждый следующий выше предыдущего посмотрим на примере максимумов второй выше 1 3 выше 2 4 выше 3 и так далее таким образом тренд вниз эта серия понижающихся ключевых минимумов и максимумов. Посмотрим на примере минимумов. Второй ниже первого, а третий ниже второго. Теперь у нас есть правило для определения тренда. Оно работает на любом таймфрейме. Возвращаемся к графику нефти. Отметим мысленно ключевые максимумы и минимумы. Ослабление тренда произошло в тот момент, когда цена не обновила максимум и пробила последний ключевой минимум. Такая ситуация на старшем таймфрейме может привести к развороту, но гарантированно ослабит тренд. Теперь мысленно отметим ключевые точки зарождающегося тренда вниз. Движение вниз резкое, но не такое длительное, как рост. Добавим на график определенный ранний уровень. Если у вас не всегда получается самостоятельно анализировать график так, чтобы приходить к правильным выводам, вы можете воспользоваться моим планом к дистанционному курсу по трейдингу. В нем есть правильная последовательность упражнений и отсылки к видео. По этому плану я веду свой дистанционный курс, но вы можете использовать его для самостоятельной проработки торговой стратегии. Также там есть пошаговый алгоритм и упражнения для самостоятельной прокачки навыков трейдера. Алгоритм разработан на основе исследований спортивных психологов и нейробиологов. Создал его, конечно, не я, я лишь его добавил к плану в виде дополнительного бонуса. Если вы хотите самостоятельно прокачивать навыки трейдинга, используя последние достижения науки, оставьте в комментариях под видео свою почту и я вышлю методичку с алгоритмом. А сейчас подведем предварительный итог анализа. Тренд восходящий, от уровня поддержки можно открыть покупку, если увидим на младшем таймфрейме тренд вверх. Но если цена пробивает уровень поддержки, есть серьезная предпосылка к смене тенденций, и тогда на младшем таймфрейме будем искать точку входа для шорта. Какие здесь лучше всего использовать точки для входа? Самый часто встречающийся паттерн для входа в сделку – откат. После того, как определили уровень и тренд, ожидайте формирование отката. Если эта точка входа вызывает сложности, посмотрите мой вебинар «Три главные ошибки при входе на откате». Ссылка на видео будет в описании. Флаг реже формируется, но зато дает сильное движение. Кто не понимает, в чем разница между флагом и боковиком, посмотрите видео «Фигура флаг – полное руководство». Ссылка также будет в описании. Треугольник еще реже возникает на графике, но пробой границы приводит к сильному импульсному движению. На этой схеме собраны самые эффективные паттерны, и пока настраиваете свою торговую стратегию, вам будет полезно регулярно возвращаться к этому видео. Поэтому, пожалуйста, поставьте ему лайк. Да, если у вас есть свои любимчики среди паттерна для входа, расскажите о них в комментариях, если, конечно, не жалко. Возвращаемся к графику. До этого мы проанализировали нефть на старшем таймфрейме, а сейчас перешли на рабочий таймфрейм пятиминутку. Сначала отмечаем актуальные уровни, дальше актуализируем выводы старшего таймфрейма. Реальность всегда разнообразнее и интереснее наших предположений. В данном случае нужно обратить внимание на шип, который проколол зону уровня 65. Помните, совсем недавно говорил, что если цена пробьет поддержку зоны 65, то заявки Sell Stop и Stop Loss активируют снижение и можно будет сказать, что восходящее движение сломалось. А сейчас видим, что цена пошла ниже 65, но встретили ее агрессивные покупатели, выкупившие заявки продавцов и толкнувшие цену вверх. Этот шип – серьезная предпосылка к возврату тренда вверх. Подведем промежуточный итог. Если цена останавливается между зоной 66 и 65, сделки не открываем. Если пойдет ниже 65, скорее short. Если идем выше 66, подтверждается возврат растущего тренда. Покажу на примере плана в лонг, как намечать место для входа. Раз чаще всего формируется откат, с него и начнем. Покупку можем открыть только в зоне лонга. Поэтому ждем формирования отката на ближайшем уровне. Но что, если цена сформирует флаг под уровнем? Верно, мы не будем оценивать эту ситуацию как 100% short, потому что цена встала под уровнем в подобии боковика, но и входить в лонг от нижней границы флага тоже рано. Поэтому откроем сделку на пробой верхней границы и флага. Опять же, если это произойдет, пока это только планы. Думаю, вы уже догадались, как будем входить в случае треугольника. Конечно, на пробой верхней границы и уровня. Помним, что пока это просто план. Посмотрим, как ситуация развивалась дальше. В реальности цена формирует откат выше уровня и пока нашу лимитную заявку buy limit не цепляет. План не срабатывает, но это нормально, потому что в трейдинге срабатывает в лучшем случае один из пяти намеченных входов. Главное всегда спокойно ждать правильного входа, а не поддаваться эмоциям. План не сработал, но что важного мы сейчас увидели? Правильно, в главном наша оценка пока была верная. Уровень 65 сдержал цену и сейчас время работать в лонг. Входить без плана нельзя, поэтому сейчас намечаем новый план для входа. Флаг и треугольник в этой ситуации не актуальны. Остается вариант отката. Если после пробоя сформируется откат, нужно будет правильно выставить стоп и затем управлять сделкой. Вот об этом сейчас и поговорим. Все начинается с первоначального риска в сделке. Наша задача поставить стоп так, чтобы его не зацепило с большей долей вероятности. В случае отката стоп выставляем за уровень. Для флага допустимы два варианта. Первый агрессивно за пробитый уровень, а второй консервативно за границу флага. В случае треугольника, как и с флагом, допустимы два варианта. Агрессивный за пробитый уровень и за сформированный откат. Если сделка не была выбита по стопу, начинается второй очень важный этап управления позицией. Об этом сейчас расскажу подробно на примере отката. Увидели консолидацию на уровне и открыли покупку в направлении текущего локального тренда, стоп поставили под уровнем. Цена идет в нашу сторону. Будем что-то делать. Вопрос не такой простой, как может показаться, потому что с одной стороны можно перенести стоп выше покупки, чтобы избежать убытка. Но с другой стороны сейчас стоп стоит за уровнем, а перенесенный повиснет как бы в воздухе, без защиты. Я эту задачу предлагаю решить по-другому. Когда цена сформирует новый максимум, можно выставить цель на хай и закрыть часть позиции. Таким образом не перенося стоп-лосс. В сделке уже не будет риска, потому что оставшийся риск перекрывается прибылью от закрытой части позиции. Это очень полезные правила и их использование поможет существенно увеличить прибыльность трейдинга. Но пока их осваиваете, вам будет полезно регулярно возвращаться к этому видео. Поэтому поставьте ему лайк. Следующий этап наиболее важен в управлении сделкой. После того, как цена обновила максимум и только после этого, можно переносить стоп под сформированный минимум. Если управление стоп-лоссом у вас вызывает сложности, посмотрите видео «Так нельзя ставить стоп-лосс». Ссылка на него будет в описании. Теперь применим эти правила к нашему примеру. Возвращаемся к нефти. Откат начал формироваться, поэтому можно выставить лимит на покупку. Первоначальный стоп будем размещать под уровнем. Длинная сделка открыта. Стоп-лосс выставлен. Цена сформировала новый максимум. На этом уровне можем разместить первую цель по сделке. Стоп либо переносим немного выше входа, либо оставляем. на месте. Первая цель закрыта. Цена обновила предыдущий максимум. Сейчас самое время перенести стоп-лосс. Почему я настаиваю на системном трейдинге? Все очень просто. Поделюсь одной историей, о которой сам узнал буквально недавно. В 1980 году в Германии был принят закон, обязывающий мотоциклистов надевать шлем. И… За следующие шесть лет угоны мотоциклов сократились на две трети. Спросите, как такое возможно? Лично я именно так и подумал. Причина оказалась банальной. Неудобство. Воры больше не могли угонять мотоцикл под влиянием момента. Им приходилось планировать преступление и брать с собой шлем. Правила торговой стратегии, так же как и шлем, страхуют вас от сделок под влиянием минутного настроения, заставляя все продумывать и готовиться заранее. Поэтому эти правила еще не раз выручат вас и ваших друзей, если вы поделитесь этим видео с ними. А они будут вспоминать о вас с благодарностью. Мы разобрали пять шагов создания торговой стратегии, но вначале я обещал секретный элемент, без которого нельзя стабильно зарабатывать. Буквально через пару секунд расскажу о нем. А сейчас предупреждение о рисках. Подходите к торговле ответственно, трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Если не хотим как сумасшедший профессор каждый день начинать с чистого листа, забывая о проделанной работе, нам понадобится механизм, помогающий постоянно развиваться как трейдер. Лучшее, что придумано на сегодняшний день – метод анализа результатов работы. Он был разработан для специальных военных подразделений. Начинать нужно с вопроса о том, как все должно было быть по нашей оценке. Далее проговариваем, что произошло на самом деле. Следующим вопросом мы отделяем важные моменты, по которым план отличается от реальной ситуации. Все предыдущие вопросы нужны только для того, чтобы подготовиться к ответу на последний. Нам очень важно извлекать из каждого торгового дня полезный опыт и фиксировать его, чтобы раз за разом становиться лучше, профессиональнее. Без ежедневного анализа можно годами топтаться на одном месте, не получая заслуженного профита на рынке. Если понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите, подходит ли вам описанная стратегия. Подписывайтесь на YouTube канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем спасибо и до новых встреч!